You're my Miss Ride, Miss Ride, the news that I'm in Miss Ride Корейские знаменитости влияют на моду и образ жизни фанатов, но иногда их влияние распространяется и на политику. В индустрии произошло несколько случаев, когда звезды становились причиной обсуждения корректировок законов. Сали Сали погибла в 2019 году. Она долгое время страдала от депрессии, а также сталкивалась с огромным количеством критики в социальных сетях. Смерть артистки обратила внимание на проблему кибербуллинга. Во время одного из заседаний Корейской комиссии по коммуникациям был упомянут закон Сали. Этот закон предлагал ввести правила на использование настоящих имен в сети при публикации комментариев, чтобы повышать уровень ответственности пользователей. Также было предложено накладывать на поставщиков информационных услуг обязанность удалять злонамеренные комментарии с онлайн-платформ. Закон Сали так и не был принят, но привлек внимание к проблеме буллинга в сети. Гухара Гухара была участницей группы Кара. Она трагически погибла в 28 лет спустя месяц после смерти Сали. Певица подвергалась насилию и стала жертвой преступлений на сексуальной почве со стороны своего бывшего парня. Ее смерть вызвала ярость в сети. Натизаны отметили, что закон недостаточно защищает женщин от сексуальных преступлений. Люди направили петицию в Синий дом, потребовав более жестоких наказаний за съемку сексуальных контактов без согласия одного из участников. Также случай Гухары привлек внимание к закону о наследстве в Южной Корее. По этому закону даже те родители, кто не воспитывал своих детей, могли претендовать на наследство, оставленное после смерти ребенка. По слухам, мать Гухары появилась на похоронах и попыталась отстоять свое право на наследство знаменитой дочери. Брат Гухары, Гухоин, подал петицию на введение закона, запрещающего родителям, бросившим своих детей, претендовать на наследство. Закон был введен в силу в 2020 году. BTS В декабре 2020 года Национальное собрание Южной Кореи внесло поправку в закон об обязательной военной службе. Причиной принятия поправки, которая получила название «Закон BTS», стал успех BTS на международной арене. По новым правилам, мужчины-айдолы, которые получили государственные награды за культурный вклад, могут отложить призы в армию до 30 лет. Ли Сан Ги В декабре прошлого года Ли Сан Ги подал в суд на свое агентство Hook Entertainment, которое эксплуатировало его на протяжении 18 лет за мошенничество и кражи зарплаты. Несмотря на успешную музыкальную карьеру, артист не получал денег за цифровые релизы. В апреле этого года правительство приняло закон о предотвращении кризиса Ли Сан Ги, который защитит артистов от рабских контрактов и повысит финансовую прозрачность компании. По новым правилам, агентства должны сообщать работникам отчета о доходах не реже раза в год и каждый раз, когда артист попросит об этом. Также закон корректирует минимальное количество рабочих часов для несовершеннолетних айдолов и ввозит дополнительные правила, защищающие артистов-подростков. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!